В эфире служба новостей Саров 24 в студии Екатерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. У истоков создания ядерного щита конструкторское бюро «Один» отметило юбилей. Фейерверк талантов. В Доме младежи прошел отчетный концерт отделения детской школы искусств. Мой друг – велосипед. Ежегодные соревнования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Далее расскажем обо всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТИ связи и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата – 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое вещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый стандартный входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй – все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD-формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые этот формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов – мультиплекс. Цифровой сигнал не боится помех в эфире, позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео для перехода на цифровое телевидение, ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, стоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 60 лет назад на базе КБ-11 было сформировано конструкторское бюро номер один по разработке ядерных зарядов, руководителем которого назначили Евгения Негина. Становление и развитие КБ-1 – неотъемлемая часть истории создания отечественного атомного оружия. В Центре культуры и досуговнеев прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилею одного из основных подразделений ядерного центра. Коллектив КБ-1 стоял у истоков создания ядерного щита нашей Родины. Сотрудники этого подразделения внесли большой вклад как в создание отечественной школы заряда строения, так и в формирование современного облика самого мощного в мире оружия. На торжественном вечере, посвященном 60-летнему юбилею, гостям напомнили о легендарном прошлом конструкторского бюро. Конструкторское бюро, опять-таки, от небольшого коллектива стало комплексом подразделений, в котором есть и конструкторские подразделения, испытательные подразделения, исследовательские, которые есть опытные производства, инженерная служба мощная. Настоящие КБ-1 не менее впечатляющие. За профессиональные успехи работников наградили знаками отличий за заслуги перед атомной отраслью третьей степени, почетными грамотами госкорпорации «Росатом», губернатора Нижегородской области. На сцену поднимались сотрудники различных специальностей – инженеры, конструкторы, токари, фрезеровщики и техники. Настоящий период также бюро конструкторское успешно выполняет все задачи, которые на него возложены. И вот в презентации главного конструктора тот этап, который называется период гарантированного обеспечения ядерного сдерживания. С поздравлениями к ветеранам и сотрудникам обратились руководители ядерного центра, профсоюзной организации, городской думы и администрации города. Они отметили высокий профессиональный уровень специалистов конструкторского бюро номер один. То, что делается здесь, не то, чтобы даже, наверное, в стране какие-то вещи не могут быть воспроизведены, но даже в мире уникальные вещи делаются в КБ-1. Руководители ядерного центра отметили, что конструкторское бюро номер один ждет не менее блестящее будущее. В ближайших планах – модернизация испытательной базы, реализация новых проектов в рамках федеральной целевой программы и совершенствование рабочих мест. Елена Гриско, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, САРОВ-24. Ночным гонщикам объявили войну. Об этом стало известно по итогам встречи, которую заместитель глава администрации Виктор Иванов провел с начальником Саровского отдела ГИБДД Александром Косинковым. По словам Александра Ивановича, дорожные полицейские уже запланировали серию рейдов, в ходе которых будут привлекать к ответственности тех, кто мешает саровчанам спокойно спать по ночам. 23 мая в актовом зале Дома учителя пройдет собрание общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом проведения госэкзаменов в саровских школах. Начало в 18.30. При себе необходимо иметь паспорт. Как сообщили в Департаменте образования, на собрании всем наблюдателям выдадут удостоверение. Запись в детскую школу искусств номер 2 на следующий учебный год продлится до 25 мая. Заявление о зачислении принимают в здании школы по адресу улица Силкина, дом 10, дробь 1, а также в электронном виде. Бланк опубликован на официальном сайте учреждения. Там же указана электронная почта, куда необходимо отправить заполненный документ. Более подробную информацию можно получить по телефону 951-84. У природы нет плохой погоды. Продолжительные майские праздники порадовали саровчан теплой практически летней погодой. Но синоптики сообщают, что на смену жарким солнечным дням в Нижегородской области до конца недели пришли холода. Когда в нашем регионе наступит настоящее лето и в какие приметы, связанные с погодой, верят саровчане, выясняла наша съемочная группа. Двухнедельную аномальную жару сменили дожди. В народе похолодание в мае традиционно связано с цветением черемухи или сирени. Температура воздуха в это время колеблется от 5 до 17 градусов тепла. Как показал опрос горожан, народных примет, которые предсказывают майские холода, много. И далеко не все из них связаны с природными явлениями. Версии молодежи старшего поколения сильно отличались. Сессию сдавать скоро. Ласточки низко летают. Бабушки говорят, картошку копать надо. Я думаю, что изменения погоды связаны по большей части с глобальным потеплением. Всегда так говорили, черемах цветет, значит холодно. Это уже от пивышнего зависит, от природы, не от нас. Это надо туда обращаться. А кто там? А, ну, царь бог. Во-первых, пятиэрологи, во-вторых, Николай Угодник ведает погоды. То есть белый мишка на северном полюсе сидит, вот иногда, значит, холодильник свой открывает. Лучше холодно, чем жарко. Мне, например, очень нравится эта погода. Во-первых, влажный воздух для кожи хорошо. Это раз, дышать. Воздух какой. И посмотрите, как зелень поднялась. А вот с долгосрочным прогнозом сравчане затруднились. Лишь одна бабушка вспомнила подходящую примету. Будем держать кулачки, чтоб забылось. Перед Пасхой был очень яркий день, солнечный. Обычно так говорят, что будет жарко. Летом? Да. И пусть дождь периодически сменяет солнце, и наоборот, только хорошего настроения желает вам редакция канала «16». Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Ученики детской школы искусств выступили на традиционном отчетном концерте «Фейерверк талантов». На сцену «Дома молодежи» вышли дети, которые занимаются танцами, хоровым пением и игрой на музыкальных инструментах. Поддержать ребят пришли их друзья и родные. Ветерок ударенький, дождик-дождик маленький, не задуй в огня. Яркие костюмы, зажигательные танцы, завораживающие звуки народных инструментов и переливы детских голосов. Концертные номера в этот день подарили зрителям и старшие воспитанники, которые занимаются в школе уже несколько лет, и малыши, пришедшие совсем недавно. Для многих это первый большой концерт. Хор «Родничок» состоит из воспитанников эстрадного отделения и отделения общего фортепиано. К каждому здесь особый подход. Несмотря на то, что хор – это единый организм, но каждый ребенок все равно индивидуален. То есть к нему у каждого есть свой подход, к нему должен быть. На вечере много внимания уделили рассказам об успехах воспитанников того или иного коллектива. В целом уходящий учебный год был значимым и продуктивным для детской школы искусств. Копилка наград учеников и педагогов пополнилась медалями и кубками различных областных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Школа участвовала в празднике госкорпорации «Росатом» в дни города. У нас там выступала Анжела Доронина, выпускник школы Алексей Коломаев. Мы очень достойно там выступили. Новые имена – Олег Корчагин. Сейчас в детской школе искусств идет набор воспитанников на следующий учебный год. Подробнее об этом директор ДШИ Наталья Колповская расскажет на следующей неделе в новом выпуске передачи «Актуальное интервью» на канале 16. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Для того, чтобы подарить маме радость и поднятие настроения, не обязательно ждать особого повода. Будет достаточно простого желания сделать сюрприз самому дорогому человеку на свете. Педагоги и ребята из различных объединений молодежного центра вышли на улицы города, чтобы устроить для Саровских мам небольшой праздник. Акцию посвятили Международному дню семьи. Даже погода не отпугнула активистов творческих объединений молодежного центра. Ребята собрались в дружной компании, распределили между собой букеты цветов и отправились дарить мамам Сарова хорошее настроение. Сегодня Международный день семьи. И мы в этот праздник решили провести акцию «Цветы Сарова мамы». И этот цветок для вас. Спасибо большое. Участники акции отправились в Центр женского здоровья, первые поликлиники. Там они поздравили с Международным днем семьи будущих мам и тех, кто совсем недавно услышал от врача долгожданное «У вас будет малыш». Не остались без внимания сотрудники поликлиники и пациентки других отделений. Это мероприятие очень возможно, в будущем затронет и меня. Поэтому я очень была рада посмотреть на реакцию будущих мам или уже теперешних мам. И я очень надеюсь, что мы подарили им очень радостное солнечное настроение и развеяли тучи над их головами. Небольшие, но милые и приятные каждой женщине сюрпризы от организаторов акции смогли отвлечь саровчанок от бытовых проблем и подарить хорошее настроение на весь день. За считанные минуты коридоры поликлиники наполнились улыбками. Участники акции «Цветы Сарова мамам» уверены, что дарить добро так же приятно, как и получать. «Мне захотелось принять участие в этой акции. Может, я хотела посмотреть, во-первых, на реакцию людей и сделать хорошие дела». Акция «Цветы Сарова мамам» ежегодная и является одним из направлений работы с молодыми семьями. По традиции саровчанки получают букеты живых цветов из рук воспитанников молодежного центра в Международный день семьи. Тарит Сапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс проходил в несколько этапов. Ребята показывали знания теории и практические навыки езды на велосипеде. Ребята должны знать правила дорожного движения, как вести себя с велосипедом на дороге. Практический этап, это основной этап идет, это именно различные конкурсные, можно сказать, этапы на велосипеде, где за определенное количество времени нужно будет пройти всю дистанцию. Чем меньше будет ошибок, тем, естественно, команде будет в плюс идти. Также школьники должны были показать, как они оказывают первую медицинскую помощь. Оценивало знания и умения конкурсантов жюри, в состав которого вошли сотрудники госавтоинспекции. Участников соревнований не отпугнул и небольшой дождь. Ребята все готовы, все настроены, несмотря на погоду, настроение у всех боевое. И все готовы сегодня бороться за призы и, самое главное, победу. Один из конкурсантов, Евгений Шаров, первый раз участвовал в соревнованиях. Мальчик вместе с своими одноклассниками начал подготовку к конкурсу за несколько недель. Изначально в школе ставили трудную дистанцию, потому что надо было готовиться ко всему. А эта дистанция, она намного легче, чем в школе мы делали. В будущем Женя планирует еще раз поучаствовать в конкурсе «Мой друг – велосипед». Мальчик считает, что подобные соревнования очень важны и проводить их нужно как можно чаще, поскольку они позволяют не только совершенствовать навыки вождения, но и узнать что-то новое и полезное. Сейчас я вот немного почитала ПДД. Там столько всего разного и нового, чтобы показывать водителям, например, разные знаки поворота, когда ты поворачиваешь. После прохождения этапов на стадионе конкурсанты отправлялись в 17-ю школу, где их ждали заключительные испытания. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин